Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 мая и сейчас я быстро-быстро пробегусь по комментариям. Два дня не садилась сюда, не отвечала на вопросы, но вы меня понимаете, сейчас горячая пора, высаживала в теплице и там и копаем, и убираем огород, все. Но уже можно подвести промежуточные итоги за этот год. Вот такие именно. Рассада вся выросла, один раз ее прихватило, при минус 8 у меня отключились автоматы, не выдержала электропроводка, но она вся отошла, побрызгала и пинчиком ее. Рассада вся выжила, все выжили в тоннели высаженные томаты сибирские, которые пережили тоже минус 4, пережили снегопады, все эти сугробы. Пока никаких ущербов сильно на этот год нет, единственное, что у меня замерзло первый посев капустки и редиски, которые в холодной теплице я сеяла, но это замерзло по моей вине, потому что когда стало сильно холодно, я не стала туда включать обогреватели, просто я как подумала и правильно расставила приоритеты. Что мне важнее, например, вот эта полная рассады теплица и капуста уже не так важна и это редиска, тем более, что их можно всегда пересеять, семена очень дешевые, а рассаду мы пестуем с самого января-февраля. Ну и короче, я ее бросила на произвол судьбы и она не выжила. И еще не очень удачно, я сегодня видеоролик выложу, с уплотнителями у меня получилось, они начали расти, ну посеяла, вероятно, поздно, я же поддерживаю сухую такую температуру в томатной теплице, а их нужно поливать, и я вот думала-думала, что выбрать, или их поливать, сырость разводить, или лучше, чтобы томатом лучше, но выбрала, что лучше томатом, там вы видео посмотрите, я вам объясняю, почему у меня вот с уплотнителями ничего не получилось, ну не очень удачно, тоже провал, но это вот такие мелочи, на которые даже я внимания не обращаю, вы знаете, какой я человек, что если бы у меня даже все замерзло, и то, наверное, это не очень было бы, как для меня, никаким не ударом, но это мелочи, которые встречаются каждый год. Сейчас я начну читать комментарии, сразу извиняюсь, так как времени очень мало сидеть у компьютера, некогда, я не буду читать поздравления с праздником, не буду читать благодарности, потому что я все это уже прочитываю в течение дня, и если вот такой стоит, отметочка вот такая вот, раз, с сердечком, это значит, что я ваш комментарий посмотрела и прочитала, отвечаю или нет, это складывается из того, например, если часто встречаемый вопрос, я отвечаю в видеороликах, если ответ очень длинный и нужно развернутый, я тоже не отвечаю, стараюсь потом когда-нибудь ответить, в кучу вот соберу несколько вопросов и сразу, но вот если вот такая отметка стоит, значит я прочла. Все, сейчас не читаем поздравления, не читаем благодарности, только важные вопросы, только то, что актуально и то, что нужно именно сейчас ответить. Так, вот Елена Лотыш у нее там, Настенька не замерзла, все замерзли, и Елена Лотыш спрашивает, вы заглубляете томаты глубже, чем они росли в стаканчиках? Когда как? Вот эти я буду чуть-чуть заглублять глубже, которые в открытый грунт, а в теплице я высаживала, когда их, они были еще коротенькие, я их не заглубляла, и опять же, смотря какие сорта, те, которые высокоросла, я буду заглублять, некоторые будут даже лежа. И вот Ольга Борзова спрашивает, почему такую большую рассаду не высаживаете лежа, это вот в теплице? Но я не высаживаю лежа, потому что, во-первых, это очень трудоемко, если вот мне сейчас надо высаживать три теплицы с томатами, и она почти вся высоковатая, я буду там с утра до вечера по 12 часов эти рыть траншеи, когда есть возможность, высаживаю лежа, когда нужно побыстрее, высаживаю стоя, ничего страшного, она не настолько длинна, если она стоит на своей ноге сама, то нет такой необходимости технической укладывать ее лежа. Так, дальше, ну вот про это, про бардак, кто же, боже, кто же это все притащил, это точно! Так, вот пишет Наталья Юрьева, Ольга, скажите, чем вы обрабатываете рассаду при высадке в открытый грунт от колорадского жука? У нас так получается, что пока не взойдет картофель, баклажаны и помидоры объедают жуки. Ни разу такого не было, чтобы на нас, на помидоры нападал колорадский жук. Не знаю, почему, на картошке у нас много, но, вероятно, не знаю, я даже объяснение не могу найти, почему у нас не едят помидоры колорадский жук, у нас, наверное, картофеля вокруг хватает, я не знаю, вот вы меня в тупик поставили. Валентина Федотова пишет, это вот про теплую грядку огурцев, что у нас натуральная теплая грядка, и вот как она делается, ну, у многих натуральная теплая грядка, да, подстилка из сена, обычно в деревнях так и делают, у нас мы когда жили в сростках, еще в детстве, отец всегда делал теплую грядку, ну, а у нас в наших условиях нет ни сена, ничего, и травы очень мало, потому что я не допускаю, чтобы она вырастала и в мизерную, когда маленькая-маленькая, я ее выдергиваю, и у нас просто ее не из чего делать. Где берете столько опилок? Опилок мы, муж привез с какой-то пилорамой, я не знаю, он привез, я даже не спрашивала, ну, где-то надыбал. Так, это, так, про розовый мед очень хилый. И вот Сергей Лунин спрашивает, а вы разве в этом году арбузы не выращиваете, если да, то почему не видно? Я вообще снимала видео, когда я выбирала, рассказывала, какие сорта я буду, и когда я только замочила, но сейчас они в фазе двух семидолей, их показывать нечего, но растут и растут. Дело в том, что они же более теплолюбивые, это не томаты, это даже не огурцы, я их высаживаю в самую последнюю очередь, и раньше конца мая я их никогда не высаживаю, поэтому сейчас вот их только-только мы начинаем, нормальные люди сейчас их начинают только проращивать, ну, как укладывать на проращивание, потом обязательно покажу, конечно. Ну, тут про то, что желтеют листья, что желтеют листья от холода, а когда у людей в квартире во время пикировки они пересаживают, и у них желтеет нижний лист, это не всегда от холода, бывает, что и от холода, но не всегда от холода, бывает просто вот такой стресс, так растение реагирует, что самый слабый лист, она его бросает, помидорка. Вот Сергей Лунин пишет, да, процесс, прогресс заметен, что прекрасно помню, какими они были 10 дней назад, это вот про малышей в этом, в тоннелях. Ну, вот про бардак тоже, что все согласны, что у всех так, просто не все об этом. Многие говорят, что я стеснялась даже признаться, что... Вот пишет Ира Елисеева, от души отлегло всегда, в душе себя ругая за бардак, когда что-то делаю на огороде, теперь не буду себя ругать, оказывается у всех так. Я вот для этого выложила видео, что мы живем разрозненно, и каждый думает, что только у него бардак, а у других все такие же хорошие, все такие, как чисто, аккуратно, а у меня вот бардак. Да у всех так бардак, у всех, у тех, кто трудится, трудится активно, много, всегда бардак. Чистота в огородах, наверное, у тех, кто ничего не делает. У нас, у соседей еще тишь да гладь, они убрали мусор еще с осени, ни один еще никто не выходил, ни редиски, ни раннего лука, никто ничего не садит. Зато чистота. И вот Сергей Лунин пишет, что уверен, что от томатов индентах, высаженных 5 мая, будет получен большой урожай. Если их своевременно закаливать, то они способны переносить низкие, положительные температуры не хуже сибирских. Вот испытаем мы индетиков. Так, какая толщина акрила, у меня 60-е замерзли все. Я не знаю, какая толщина акрила, но я же говорила, что я сначала укрыла, а потом мы сверху все старые пленки, там еще 2 или 3 пленки, они и дрявые всякие, и рваные, но мы друг на друга их наложили, и получилось как многослойность. Поэтому там сейчас темновато, я вот сейчас буду эти старые слои убирать. Наверное, из-за этого они и выжили, что вот такая получилась 100 одежек на этом тоннеле. Про первый огурчик. Татьяна Бакашкина пишет, вдохновили у нас по прогнозу тоже май теплый. На радиоэксперимента высажу 15 штук. Но у нас тоже, я вот смотрю погоду, там ниже нуля, к нулю там 2 раза штория опускается, ниже нуля нет. Неужели это такое счастье у нас будет, что весь май пройдет без заморозков? У нас обычно май, град, пурга, метель. Ой, в мае что-нибудь такое случается. Но если не будет, это будет, значит, первый май такой. Так, вот пишет Александра вот про теплую грядку для огурцов, вот этот подогревчик. Она пишет, единственное, что меня волнует, опасность попадания воды. Дело в том, что я вот сразу, когда рассказывала, наверное, не все поняли. Я его включила только в начале, чтобы подогреть грунт. Потому что мы грунт принесли с улицы, он был холодный, он прям ледяной. И в теплице, там же внизу тоже прохладно, он бы сам не согрелся. Мы его хорошенько прогрели, и я его сразу выключила, все. Я его высаживала, я их поливала с выключенным вот этим грунтом. Потом, перед тем, как им переночевать, потому что ночью опускалась до минус одного температура, я снова включила на два часа, прогрела землю, чтобы они были тепленькие, и укрыла пленкой, и выключила. За все то время, пока они там жили несколько дней, я включала только два раза, нагревала землю на ночь, чтобы ночью они не застудили там ноги в этой холодной земле. Потому что она, ну как на полу, и холодно еще на улице. Вот сейчас какая температура у нас, 23-24, я даже включать больше вообще не буду, потому что земля теперь прогревается естественным образом, солнцем. И даже теперь, я даже если буду поливать или что-то делать, мне уже не важно, он уже не включен. Возможно, в следующий раз я буду включать его только осенью, когда буду высаживать сюда вот поздние огурчики, ну вот уже когда будет на улице холодно, а я хочу поздние огурчики сюда посадить. Вот так. Так что я этого электричества не боюсь, он у меня в отключенном виде. Он для подстраховки, на крайний случай, вдруг передадут заморозки, обязательно будет грунт холодный, я его подогрею. Так вот, смотрите, Ирина Губко, опять про раскрученные листья. Закрутились верхние листья, утром стояли хорошие. Вот смотрите, я сегодня как раз сняла видеоролик, первая подкормка томатов. И я там сказала, что выбрала для первой подкормки, вот эта внекорневая, то есть по листу опрыскала, именно состав вот этот комплексный микроэлементов. Потому что какого бы микроэлемента не хватало нашим томатам, они обязательно начнут или крутить листья, или изменять форму, или изменять цвет листа. И мы иногда, ну иногда, если честно, даже самые такие специалисты, опытные, и не могут понять, от чего крутится лист. Потому что он крутится лист, когда одного не хватает, когда другого не хватает, или когда жарко, или когда холодно. И я вот там в видео говорила, я вот со своими, даже иногда, зачем я буду разбираться, чего им не хватает, я просто вот этот витаминный коктейль, как я его называю, но он не витаминный, он с микроэлементов. Я сделала подкормку, опрыскивание. Посмотрите вот сегодня это видео, и вам как раз оно поможет, потому что про скрученные листья, вот правильно Анна Астахова вам тут пишет, что я уже снимала видео, и причин может быть море. Причин может быть море, даже вот когда жарко, написано в теплице 35 градусов, могут и от этого лист крутить очень часто. Там еще зависит, как они крутят, лодочкой вверх или вниз, разные причины. Но если у вас с грунтом все нормально, и вот этих микроэлементов будет достаточно, если они даже будут скручивать листья от жары, у меня иногда бывает, что то скруч, ну на улице, вот когда сильно жарко, они то немножко свернутся, то развернутся, когда прохладно. Я даже на это внимание не обращаю. И я уверена, что у каждого когда-нибудь обязательно томат скручивал листья. Я вот сколько видео смотрю, обязательно у всех нет такого, чтобы листья были красивые, идеально вот так вот разложены. Скрученные листья часто очень бывают. И это не очень такая, как сказать, повод для беспокойства. Если, например, я всегда так делаю, сделать нормальный грунт, чтобы все было там удобрение, сверху этих микроэлементов дать, и все, живите спокойно. Если где-то там что-то подкручивает, вот у меня в том году вообще Казанова даже весь закучерявился лист теплицы, главное один, остальным все хорошо, вот была когда жара. Потом, когда установилась нормальная температура, у него снова выправились листья, стали расти нормальные. И многие мне тоже написали, что оказывается, что это такой капризный сорт. Бывают еще некоторые сорта отдельно от других, крутят в одной и той же теплице. Кто-то крутит лист, кто-то не крутит. Это надо наблюдать за ними. Если отдельный крутит, то он так и будет крутить. Ничего вы с ними сделаете. Вот Татьяна Крестьянинова написала, когда я писала, что у меня свечка, у меня тоже, пишет, свечка прожгла укрывной материал и два ростка. Было минус 8. Александра пишет, попробуй подстроиться под природные качели. Ночью был легкий морозец, а завтра уже с понедельника плюс 27 обещают. Это про лук, действительно не знаешь, когда посадить. Одна женщина, одна зрительница написала, меня мама научила, я всегда до конца апреля, в конце апреля высаживала. А я ответила, а у нас в конце апреля были сукуробы по колено, и в кости замерзшая земля. Ну какой тут конец апреля? Иногда некоторые даже до 5 мая не смогут высадить. У кого-то пишут, там еще заморозок. Если земля мерзла, нет смысла расковыривать и высаживать туда лук. Бывает и после 5 мая. Это очень зависит от региона, от погоды. Мы от погоды пляшем всегда. Основное это погода и температурный режим. Пишет, под пленкой томаты не покрываются конденсатом? Под пленкой томаты не покрываются конденсатом, потому что у меня там сначала нетканка, а потом полиэтилен. И поэтому вот она нетканка сама увлажняется, но с нетканки никогда не падает конденсат, поэтому я вот слоем нетканки первым накрываю, а потом полиэтиленовой пленкой. И в теплице томаты уже не укрываете с панбондом? Нет, не укрываю. У нас сегодня ночью будет плюс 7, завтра уже плюс 10. Такая температура ночная. Уже томатом самая нормальная. Вот пишет Светлана Щербакова. Здравствуйте, Оля. Подскажите, пожалуйста, вы не придерживаетесь лунного календаря? И еще кто-то там спрашивал. Я сейчас так скажу. Я обычно всегда говорила, что я в новолуние, по волнолуние не сажу, но в этом году нас погода так задержала, так подвела на нас, что все у нас сместилось, все перемешалось. И я в эти дни, невзирая на праздники, невзирая на всякие луны, я вообще стараюсь не смотреть ни на лунный календарь, никуда. Я работаю, работаю, работаю. Потому что если сейчас вот этот объем работы не сделать, а вдруг через неделю опять у нас начнется или слякать дождь, или снег, и мы вообще тогда ничего не высадим. У нас еще не высажено ни морковка, ни свекла не посеяно, у нас еще теплица не высажена, у нас ничего не... потому что видели, какие были у нас сугробы и морозы. Ну, какие тут луны? Не смотрю сейчас никуда, я не хочу даже. Вот Оксана Клишина опять пишет, а как поливать под низом кабель? Там, во-первых, все заизолировано, а во-вторых, там все выключено. Я только на время включаю, я уже повторяюсь еще раз, ничего опасного в этом нет, сейчас он безопасен. Я включу только тогда, когда я там не работаю, и когда я не поливаю. Так, пишет Ирина Пашинцева, очень рада за вас, у нас ночью 7, я тоже высадила в тоннель, но без пленки, томаты чувствуют себя отлично. Это все. Вот пишет, у вас серебряная кнопка, про серебряную кнопку я так до сих пор ничего не выяснила, никуда заявку я так не подавала, говорят, что надо подавать и ждать. Мне не до серебряной кнопки, если честно, у меня работа в огороде, это я потом как-нибудь с ней разберусь, но вообще она уже, если как теоретически чисто, 100 тысяч перевалили, должна быть серебряная кнопка, но я для себя пользы в ней не вижу, я и забыла уже даже про нее. Так, это вот про тоннели, ну это, вот Елена Коваленок пишет, приятно заглянуть в вашу теплицу, все аккуратно, ухоженно сделано с любовью, она не видела, наверное, вот этот следующий про бардак видеоролик, а может, буквально на днях думала, а вас, Надежда Уткова пишет, ну как же, думаю, у нее все чисто, все по линеечке, неземная какая-то, вот буду учиться, а у меня лежат и ведра, и тары, и стаканчики, очень своевременное видео, вот про бардак, вновь добавили мне уверенности, да, да, но я специально для этого и сняла, чтобы люди не думали, что я такая идеальная, а фея огородная, все у меня чисто, все, за сезон два раза обязательно запнусь, упаду, один раз вообще упала, во время дождя, бежала по огороду, ноги разъехались, упала и в грязь лицом, прям в грядку, морда отпечаталась, ой, ужас, фея из Бомбея, так, вот опять, Оля, скажите, вы работаете в дни полнолуния, новолуния, можно ли садить в эти дни? Ну, я стараюсь не работать, когда позволяет это, вот как обстоятельство, но сейчас нас так поджало уже, временные рамки, что я уже не взирая на все это новолуния, пошла и все делаю подряд, вот сегодня с самого утра, с 6 утра сначала подкормка, потом высадила рассаду в теплицу на продажу, сейчас пойду высаживать свои в открытый грунт, потом пойду высаживать в теплицу, потом пойду пикировать перцы, которые еще стоят у меня некоторые в лотках, во, у меня сегодня хороший будет праздник, так, я теперь буду делать покороче вот эти видео, сейчас буду закругляться, все, даже если кому-то не отвечаю, я вот эти значки выставляю, еще раз говорю, я все-все комментарии ваши читаю ежедневно, если какой-то вопрос повторяется 2 или 3 раза, и я чувствую, что он, ну как, в ряд актуальных уже у меня попадает, значит, я обязательно на него отвечаю, если я не отвечу, ну как, в видеороликах, если я сегодня не отвечаю в видеороликах, значит, завтра отвечу, и вот про монгольский карлик, у меня спрашивали, я вчера сняла, но дело в том, что обычно сейчас снимаю с двух частей, приходится показывать, вот особенно если пошагово, как высаживаешь, и потом через видеомонтаж, это очень долго, я вчера сняла, и он вечером даже не успела его смонтировать, сегодня будет и про капельный полив, и про видеомонтаж, ой, про монгольский карлик, который сейчас через видеомонтаж идет, все это будет, и все-все, и про грядку-ленивку сейчас сниму, все, что вы, например, какие-то обозначаете, проблемы свои, или вопросы, я или показываю, как у меня есть, если у меня нет, то я хотя бы свое мнение высказываю, но ни один комментарий не остается без внимания, если, например, нет ответа, ну, значит, пока еще время не подошло, немного подождите, все, сейчас я буду с вами прощаться, сегодня будет про грядку-ленивку, про то, как высаживаю в открытый грунт видеоролик, про монгольского карлика, сейчас про капельный полив, выкладывается, 4 или 5 видеороликов будет, и все они актуальны, даже не знаешь, еще в очереди лежат два видеоролика, даже не знаешь, какой вперед засунуть, затолкнуть, чтобы поскорее он до вас дошел, у меня еще проблемы с интернетом, не очень быстро, как вы понимаете, у нас тут все на допотопном уровне, но я стараюсь, все, что от меня зависит, я все делаю, желаю вам всем, как бы сказать, не то, что оптимисты, вот смотрите, пишет Анна Лесютенко, мы уже так увлеклись, что каждый день смотрим завтрашнего дня, вот тут пишут, как чувствуют себя безрассадные томаты, тоже сегодня покажу, они чувствуют себя прекрасно, желаю всем увлечься вот этим занятием, чтобы вам было действительно и смотреть интересно, и повторить, чтобы захотелось, чтобы вы не боялись неудач, если даже что-то подмерзнет, сейчас будет, и на жаре сгорит, и ветер сломает, но не без этого, все это очень интересно, сегодня мне привезут машину черного земли перегноя, завтра машину этого, как он называется, а, сначала сегодня чернозем, завтра перегной, я потом вот об этих добавках расскажу, это вот мои, как моя палочка, выручалочка, потому что некогда иногда делать подкормки, удобрения, опрыскивания, чернозем и перегной, пользуюсь много-много лет, этим повышаю плодородие почвы, повышаю урожайность, это очень важно, я хочу вам об этом рассказать, но пока этих куч еще нет, я вот пока просто вас предупреждаю, что я вам обязательно расскажу, это очень важно, я раньше этого не знала, я не понимала, что это важно, я думала, что ой да ладно, деньги тратить, лучше сапоги новые купить, сейчас у меня все совершенно переменилось, я лучше куплю земли, вот этой вот перегноя, чтобы не ходить с пустым ведром по участку, чтобы получать удовольствие, какой азарт, когда вот много-много всего нарастает, выйдешь такие, это же откуда такое чудо, а это вот земля свежая, и перегной, ну все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, простимся, прощаюсь на этой ноте, я в предвкушении этой вот свежей земли, я так люблю, когда эту кучу вываливают, я подхожу, смотрю и думаю, ну все, сезон будет удачный, жирная земля приехала, деревенская, на которую еще не ступала, нога огородника, никто ее не трогал, я первая залезу в нее прям руками, все. Продолжение следует...